Продолжается масленичная неделя. Наши корреспонденты, побывавшие в гостях у фольклорно-этнографического ансамбля «Казачьи напевы» из станицы Анастасиевской, узнали некоторые секреты приготовления самых вкусных кубанских блинчиков. Мои коллеги с подробностями. Есть примета такая. Кто проведет масленичную неделю плохо и скучно, будет неудачлив в течение всего года. А если хорошо погуляет, да вдоволь наестся блинов, того ждет достаток. Фольклорно-этнографический ансамбль «Казачьи напевы» Анастасиевского сельского поселения всегда следует этой традиции. Этот дружный коллектив существует уже более 30 лет. В отличие от многих других праздников, на масленицу не только чревоугодничают дома, в семье, но и часто ходят в гости и приглашают гостей к себе. Вот и Зинаида Плетнева, участница коллектива, пригласила всех своих коллег в гости на блины. Хотя, как рассказывает хозяйка дома, гостей она рада видеть не только по праздникам. До нас всегда гости идут. На Украине я прожила 40 лет и туда. Если это стану, это можно. Я говорю, да что ж можно, если уже зашел. Я же знаю, что ты все равно в гостишь. Поэтому и там всегда это к нам идут. Он руководителем был, все рабочие всегда к нам ушли. И здесь, дай бог им здоровья, всем гостям. Когда никто не это всегда не отказывается, всегда приходят. Маленькое солнышко на сковородке. Именно так называет свои блины Зинаида. И, конечно же, у нее есть свои секреты по приготовлению теста. Все как обычно. Молоко, яйца, мука, соль, сахар по вкусу. Но есть один секрет, благодаря которому и получается кружевное солнышко. Я добавляю кипяченой воды. Для чего? Для того, чтобы сода, она сразу постоит, она делается. Ну, теплую, ты же скажешь, она поруешь, слишком кипяток. Кипяток лью. Прямо кипяток? Прямо кипяток. Без заводных кубанских мотивов ни одно дело не спорится. Вот и участницы коллектива «Казачьи напевы» во время приготовления традиционных масленичных блюд исполнили свою любимую композицию. Нарубай, мылая, нарубай, мылая, нарубай. О-хо-хо, моя сердца рыбая. Руководитель ансамбля «Казачьи напевы» Антонина Демчук считает масленицу больше семейным праздником. Она говорит, что на Кубани ее празднуют массово, но большинство предпочитает дома с блинами. А когда-то на Руси праздновали даже с варениками. Пекли блины, вот это уже в последнее время. Ну, а вообще традиционно это были вареники. Шикарный стол с блинами, варениками с творогом и многими другими лакомствами накрыли рукодельницы. Нашу съемочную группу, конечно же, без угощений не отпустили. Если вы еще не успели попробовать традиционное масленичное угощение, у вас еще есть время. Угощать от души гулять и веселиться предстоит всю неделю. А в последний день масленицы – прощенное воскресенье. Принято просить прощения у всех родных и знакомых. На что обычно отвечают – Бог простит. Что не день, то праздник. Именно за это и любят масленицу. За раздольное веселье, широту и удаль – так созвучной русской душе. Тина Копачевская, Михаил Варгулев, программа «События».